всем добрый день сегодня мы тема нашей с вами встречи как рожали наши мамы что изменилось спустя 30 лет сегодня мы с вами постараемся может быть какие-то мифы развеять какие-то подтвердить или как-то поговорить о них зовут меня корсакова ирина сергеевна я врач акушер-гинеколог родового отделения гкб имени федора ивановича иноземцева вот поэтому сегодня мы с вами поговорим о мифах 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 один из мифов который существует это то что до родов нужно заранее лечь роддом чтобы ждать их начала может быть раньше это и было так но сейчас такой практике у нас нет то есть все девочки наши ждут родов своих дома единственное что конечно если у вас подходят сроки все то есть ваши дни пдр уже прошли или у вас есть какие-то показания для досрочного рода разрешения тогда конечно вам доктор специально назначен день для подготовки и но это буквально займет один-два дня до самих же родов если беременность протекает хорошо вы ждаете их дома единственное что если роду вас не случились в сроке 46 недель тогда уже конечно вам придется прийти сдаться в роддом чтобы вам или подготовили вашу шейку к родам или уже пустили вас в роды путем программированных родов следующий миф это то что роды происходят в отдельном общем зале чтобы акушерка и врач следили за всеми да действительно тогда когда рожали наши мамы так и было то есть был один общий родовый зал и все мамочки будущие лежали все вместе или еще было так что раньше были предродовые где тоже были все вместе потом уже народы переводили в отдельные родовый зал сейчас же у нас все боксы индивидуальный вот то есть с начала родов и до окончания их вы находитесь в родблоке 1 вернее в боксе в родовом боксе 1 вот там могут с вами быть партнер ваш муж например сестра мама доула и и никого к вам не подселят то есть этот бокс только ваш на все ваши роды и на два часа после родового периода поэтому то что сейчас все рожают вместе такого нет все бокс индивидуальный также в каждом боксе имеется у нас ванна душ санузел то есть со свой то есть вам не нужно будет куда-то ходить с кем-то делить этим господи помещением получается у нас дежуре 3 акушерки и на каждую акушерку за ними за определены определенное количество боксов то есть и как у ширка каждые 10-15 минут делает обход этих боксов и также врач каждый по возможностям каждые 20-30 минут все равно мы заходим не так что вы а также когда вы лежите под под ктг в этот же момент вас осуществляется контроль за артериальным давлением за вашим пульсом и если вдруг что-то происходит там повышается давление или у малыша сердцебиение там что-то нарушает 100 аппаратик дает тревогу и в этот же момент мы заходим тогда в бокс то есть без контроля без наблюдения вы не останетесь в любом случае нас много и нас еще три доктора то есть любое по-любому кто-то зайдет так следующий миф это гигиенические процедуры обязательно и без них не примут народы так было действительно когда-то но сейчас уже рутинно бритье и осуществление клизму например очищение кишечника уже это рутинно не производится то есть это уже остается за вами и делается это все по желанию то есть мы не это не навязываем то есть сейчас эта рутина не производится и конечно в любом случае мы примем вас народы ну тогда цвета решается индивидуально то есть все это можно на месте осуществить да к тому же у вас смотрите бокс в любом случае индивидуальный все то есть вам вас даже если поднимут бродовый бокс все это можно сделать будет в боксе то есть не где-то там каком-то непонятном помещении а именно в специальном оборудованном просто некоторые говорят что наоборот хорошо не переживают когда чистится перед ротами работа облегчает народовый процесс ну не всегда так конечно происходит это чисто знаете психологически больше что кто-то боится во время поток обкакаться ну то есть для них это будет дискомфорт им будет в этом неудобно поэтому если это действительно как бы такое психологическое то можно в принципе сделать или дома например заранее подготовиться делать дома микролакс или взять его с собой и тоже можно будет то всем индивидуальном боксе в индивидуальном помещении все это сделать так с собой народы нужно привести одежду и постельное белье это тоже миф вот сейчас у нас при поступлении вас к нам в роддом вы можете как воспользоваться своей сорочкой вот но это крайний случай когда девочки прям хотят вот у них там уже отложено они прям хотят в этом вот рожать в своем принципе специально ничего брать с собой не нужно народу мы даем красивые сорочки халатики постельным бельем вы будете обеспечены как в родовом отделении так и в послеродовом к тому же по требованию все это можно будет поменять то есть если у вас испачкалась белье мы все это вам сорочки нас неограниченным количеством вам все это выдадим постельное белье тоже по тому как она будет вдруг пачкаться то вам все это поменять поэтому с собой ничего привозить не надо все у нас достаточном количестве есть для малыша тоже то есть если мамочка хочет она может конечно в собой все привести там по ой господи распашонки ползунки но у нас это все есть достаточном количестве пеленками мы обеспечиваем и шапочками распашонками то есть тоже чтобы вам потом-то не терять не везти домой у нас это все есть мы это все предоставляем тоже неограниченном количестве все это обрабатывается вам выдается медикаменты тоже нужно привести с собой это тоже миф причем такой который уже точно миф мифный все препараты которые необходимы то что мы применяем в родах и в послеродовом периоде все это у нас есть стационаре и к тому же сейчас очень сократился перечень препаратов которые в родах применяются то есть кроме там окситоцина это если по показаниям если слабость родовой деятельности или еще что-то другие как раньше как нож по спазмолитическая какая-то терапия сейчас это все не проводится роду ведутся более физиологично то есть без каким-то медикаментозных вмешательств вот и если вдруг нужно что-то обезболить то используется метод эпидральной аналгезии который как раз обладает спазмолитическим и обезболивающим эффектом поэтому с собой ничего привозить не нужно так что у нас роддом ориентирован в любом случае на грудное скарливание на совместное пребывание мамы с малышом и если вдруг нужен докорм то это все в любом случае делается по назначению врача не анатолога и все это в роддоме предоставляется по часам специально детская медсестра разносит эту готовую смесь по времени и потом это все забирается обрабатывается и то есть все это стерильно одноразовая вам выдается в родах нужно только лежать на кровати раньше так и было примерно потому что как-то было так принято вроде бы сейчас же нет сейчас у нас проводится только мы сторонники свободного поведения девочек в родах вот единственное что вы можете ходить лишь если вы можете лежать только если вам этого хочется то есть вы не хотите ходить вы устали вам легче лежа переносить схватки тогда да конечно лежать во всех остальных случаях вы можете свободно двигаться по боксам бокс у нас все большие просторные также вы можете там сидеть на фитболе нас есть коврики стульчики для вертикальных родов то есть можно будет посидеть на нем в каждом боксе есть душ вы можете постоять в душе на фитболе в нем же посидеть некоторых боксах есть ванны можно в ванне полежать то есть мы приветствуем свободное поведение в родах лежать только если нужен контроль ктг за малышом это примерно где-то 30-40 минут потом вас отключат и вы будете дальше ходить свободно себя вести в родах и если к примеру вы в родах у вас эпидуральная аналгезия тогда конечно вы уже ходить не сможете получится только лежать только в этих случаях лежать во всех остальных вы ходите свободно себя ведете да да протеировки верно да если есть татуировка в области там где будет проводиться манипуляция туда это является противопоказанием к эпидуральной аналгезии во всех остальных случаях то есть если там есть грыжа или какие-то нарушения во-первых тогда нужно заключение именно травматолог ортопеда именно по вашим заболеваниям то есть не противопоказано ли вам это и если это не противопоказано то это все индивидуально решается анестезиологом то есть что он вводит процедуру в определенных ориентирах костных и уже это все решается индивидуально мы рассказывала что наркоз был либо никакой либо общий все вариантов больше нет сейчас у нас каждый вопрос решается индивидуально и можем есть крови медикаментозных же еще не медикаментозные методы обезбольные там душ свободное поведение фитболы и еще мы потом поговорим чуть попозже до гипнороды это тоже так но это к ним нужно все равно любом случае готовится заранее так чтобы прямо вы в родах поступили вот решили все мне нужно гипнороды так не получится то есть к ним в любом случае изготовить еще во время беременности то есть вы связываете со специалистом то есть не то чтобы в ю тубе там посмотрели какие-то там тексты на себе накачали то есть это может не помочь то есть нужно готовиться еще в родах ой во время беременности к этому всему и желательно со специалистом который ведь именно этим занимается чтобы действительно в родах вам это помогло и чтобы эту методику не сказали что мне не помогло что это ерунда поэтому готовиться к родам в любом случае нужно заранее вот как раз медикаментозные обезбольные в родах делать нельзя мы же начали в предыдущем вопросе этом обсуждать делать его не нельзя а иногда даже и нужно то есть к медикам сейчас наиболее распространено и как бы считается более безопасным для мамы и для малыша это нейроксинальные методы обезбольные такие как эпидуральная аналгезия вот она принимается в родах к ней есть как показания которые когда мы даже вам его предлагаем когда действительно но вам нужно и когда выйдет она действительно поможет вам более бережно и более быстро родить это бывают случаи когда есть дискоординация родовой деятельности к примеру если у вас в эту беременность развилась гипертензия если приклам все если у вас преждевременные роды то в этих случаях мы даже вам как бы рекомендуем что она ну действительно нужно это сделать чтобы в родах не возникло никаких осложнений и также если у вас очень больно вам и вы не можете уже терпеть схватки просите обезбольния то это тоже как осуществимо то есть болезненные схватки это тоже является показанием для проведения эпидуральной аналгезии хочется еще отметить что в любом случае это метод обезбольный делается вам по вашему желанию то есть никто насильно вас не заставит делать эпидуральной аналгезии если вы этого не хотите если нет к этому конкретных показаний то есть если по желанию это вот в частности болезненные схватки если вы можете терпеть и не медикаментозные методы вам помогают то никто вас насильно не обезболит эпидуральной аналгезии вот поэтому медикаментозные бейсбольно в родах делать можно иногда даже нужно есть еще такой вопрос например как родиться в рубашке как это как раньше считала что счастливый родился в рубашке то есть иногда бывает так что особенно когда например стремительные могут быть роды или когда уже девочка приезжает с полным открытием то есть пузырь как бы вскрывается в момент когда уже рождается ребеночек и тогда как бы все остальное его тельца как бы рождается в оболочках это вот называется родиться в рубашке но сейчас в данный момент уже это очень редко случается потому что воды вскрываются пузырь вернее скрывается раньше такого чтобы ребенок родился в плотном пузыре уже такого очень редко случается поэтому просто как выражение осталось но иногда такие случаи бывают пуповина нужно сразу после родов пересечь ждать опасно для малыша тоже хочется провернуть этот миф сейчас если нет никаких экстренных состояний у ребеночка то после рождения малыш укладывается на маму на животик и мы ждем пока пуповина от пульсирует в среднем это происходит где-то в течение 30 от 30 секунд до 3 минут мы можем позволить пуповине пульсировать конечно если это будет проходить дольше тогда уже да могут возникнуть осложнения такие как у мамы при кровотечении или у ребеночка как бы может случиться анемия но в течение 30 секунд до 3 минут как бы это все допустимо единственное есть случаи когда действительно пересекается пуповина но это иметь именно по медицинским показаниям то есть когда например в родах возникла острая гипоксия у плода нужно его после рождения сразу же отделить от мамы отдать неонатологом чтобы они оказывали помощь и еще в тех случаях когда у мамы у ребеночка есть конфликт по группе крови то есть там тоже не рекомендуется пульсация от пульс на пуповине отпульсировать то есть особенно если конфликты имеется титр антител тогда поповина сразу пересекается группу крови смотрите если у во время беременности вас ведут и есть у вас есть риск развития вот этой господи конфликта да то есть у вас должна например быть первая группа крови у вас у вашего папы 2 любая другая отличная от первой вот но это все время беременности вы когда сдаете кровь определить ну вот свою на группу крови вас там берут анализ специально найти антитела то есть это вот но нет если бы они у вас были антитела вам доктор это все говорит и тогда беременность ведется уже немножечко по-другому если же этих антител нет у вас просто об этом не будут говорить тогда понятно что пуповина может отпульсировать и все то есть я говорю что если вот именно имеется конфликт и есть вот эти антитела тогда поповина пересекается сразу что потом не развилась гемиатическая болезнь новорожденного вот с этой целью а так если и определение группы крови ну конкретно у нас производится если мама до 1 группа крови у папы отличная от мамы потому чтобы тоже не просто не пропустить эту гемолитическую болезнь и если мама группа крови отрицательная любая тогда мы тоже проводим определение группы крови малыша чтобы тоже не пропустить вот этот конфликт и развитие гемолитической болезни во всех остальных случаях вы определяете группу крови уже в детской поликлинике по месту жительства, когда вы месяц идете к своему педиатру. Есть сейчас тоже такой тренд, что вообще поповину пересекают и ждут лотосовые роды. Я понимаю, что это именно они. Жду, когда последнее делится. И говорят, что чуть ли не 30 минут можно ждать, пока поповина пульсирует. Просто, правда, очень много информации по этому. Очень часто теряешься в этом. Говорят, что минуту-две пульсирует поповина, а тут почему-то используются. Оно действительно пульсирует. Именно на минуту-две, до трех минут она действительно пульсирует. Затем уже, когда поповина не пульсирует, там уже могут возникнуть осложнения, о которых я уже говорила. Конечно, я не думаю, что кто-то возьмется держать 30 минут. Потому что потом идет уже пульсация обратный ток крови. То есть, уже нет поповины к ребенку. У него может возникнуть анемия. То есть, это уже будет, наоборот, хуже для него. К тому же, если так долго плацент, к примеру, может начать отделяться, у женщины может возникнуть кровотечение, тогда уже нам придется мамочку спасать. То есть, я не приверженец. Это просто такой тренд. Такой просто тренд. Как бы в жизни, возможно, может быть, и можно это, но нежелательно, я думаю. Все равно можно получить иногда такие осложнения, которые потом не захочется никому. Груди ребенка можно приложить только после определения группы крови. Это тоже очередной миф, но в этом мифе есть немножечко правды. Это тоже вернемся к предыдущему, то, что я рассказывала, что когда имеется резус конфликту мамочки, и он подтвержден лабораторно, то есть, во время беременности у вас уже определялись антитела, тогда, да, во-первых, происходит сразу отделение пуповины, то есть, малыша отделяют, и тогда уже прикладывание груди тоже не рекомендовано. Во всех остальных случаях ребеночек не ждет, пока мамы или у него определяют группу крови, сразу же прикладывается к груди еще в родильном зале, и вы переводитесь на совместное пребывание с малышом, и уже кормите ребеночка грудью. Получается, если есть конфликт, то вообще грудью не кормят? Нет, ну, там нужно после дополнительных обследований. После родов женщину нужно полечить. Так, это тоже миф, я так понимаю, что это к тому, что нужно, например, назначить какие-то лекарства, какие-то сокращающие медикаменты. Сейчас это не делается, то есть, после родов, единственное, что для профилактики кровотечения вводится окситоцин, и во всех остальных, и уже он капается в течение двух часов, пока женщина находится в родблоке, после перевода в палату уже никаких препаратов по сокращению матки не назначаются. И также после, если родов какие-то нарушения, видно, что полость маточки плохо сокращается, то интенсивно, то есть, каких-то агрессивных методов лечения не применяется. То есть, это может быть просто однократно назначена доза сокращающих, после чего делается контроль УЗИ, и если все хорошо, то женщину выписывают домой. То есть, каких-то агрессивных методов, как некоторые почистить, или еще что-то такое, все не используется. Сейчас мы больше привержены тому, что более физиологичное ведение родов, то есть, учитывая грудное скамливание, совместное ваше пребывание с малышом, что стимулирует сокращение матки, соответственно, у вас все лишнее из маточки выходит, маточка порожняется, и к третьим суткам обычно уже у нас все хорошо. Здесь тоже ужас, конечно, у наших родителей измекает, что раньше там 7, вот даже больше, не 10 дней лежали. сейчас 3 дня, если естественные роды, все хорошо, и 4 дня после кесаревого сечения. Есть ощущение, что после роды очень много времени, чтобы остановиться, как-то 3 дня это очень мало. Нет, на самом деле достаточно, потому что организм уже запрограммирован, и даже сейчас вот я замечаю в тенденции в последнее время, что к третьим суткам, даже некоторые девочки уже на вторые сутки, все, я домой, мне все хорошо, то есть как-то то ли поколение такое людей, то ли что, то есть как бы все вторым, третьим суткам, особенно мамочки, которые работающие, там до конца работала, там чуть ли не до родов, они уже все, вторые, третьи сутки, все, 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 мне все хорошо, я ухожу. И бывают, конечно, какие-то нарушения, но они уже более отсроченные, это уже больше связано не с самими родами, а уже как-то с самим организмом, как он справляется и восстанавливается. Ребенок после родов должен быть под контролем врачей в детском отделении 24 на 7. Это тоже, конечно, миф, и мы, возможно, помним, наши мамы нам рассказывали, что когда им, нам, нас привозили на кормление по часам, сейчас такого нет, сейчас все роддома, и в частности, наш роддом, как бы иноземцево, мы ориентированы на совместное пребывание мамы и малыша, и причем это начинается еще с родблока, то есть малыш родился, вам выложили его на животик, он с вами полежал, провел с вами золотой час, потом его, конечно же, запеленали, и вы 2 часа находитесь с ним в родблоке, и потом уже вас приводят в палату, уже вместе с ним вас уже не разделяют, то есть вы, когда уже в послеродовое отделение приезжаете, там уже специально ваша кроватка, кроватка ребеночка, и все, уже материнство, никуда от него не деться, то есть вы находитесь на совместном пребывании, бывает, конечно, исключение, но это уже все зависит от малыша, например, если ему нужно необходимое наблюдение, то да, конечно, но это бывает очень редко, если действительно, например, гипоксия в родах была, тогда да, малыш может находиться в отделении под контролем врачей, а так у нас, если все хорошо, малыш сразу с вами переводится на совместное пребывание, уже вы не разлучаетесь. Здесь тоже очень страшно, иногда кажется, что, ну, как понять, нормально с ним, если не нормально, кто-то первым. Ну, да, при переводе, смотрите, в любом случае, к вам зайдет медсестра, даже, ну, то есть, когда вы уже вас привезли в послеродовое отделение, все там уже, вас передают послеродовые акушерочки, и тут же приходит к вам детская медсестра, все, она еще раз осматривает малыша, показывает, как его запеленать, как приложить к груди, какие-то дать рекомендации по уходу, и в дальнейшем, то есть, в течение, постоянно там, каждый час она заходит, то есть, проверяют в любом случае. Если у вас какие-то проблемы возникли, вы сомневаетесь, что, почему ребенок плачет, то тоже можно, на посту всегда есть детская медсестра, можно подойти к ней, попросить, чтобы она пригласила доктора, или даже если просто детская медсестра в этот момент как бы нет, акушерка на посту всегда пригласит медсестру или детского врача не анатолога, если возникли какие-то проблемы с малышом. Без контроля вы не останетесь, и всегда персонал вам готов будет помочь. А здесь хочется почему-то родители вернутся, чтобы всегда кто-то рядом присутствует. Ну да, еще хочется отдохнуть после родов, чтобы, то есть, вот это. Когда говорите, что золотой час, вот ребенок уже с тобой, а ты не прорубаешься. Ну в любом случае, если получается, что вы вырабатываете, тогда понятно, можно как бы этот час немножечко сократить, как бы, чтобы вы отдохнули, тогда он будет, ну рядом с вами в любом случае лежать, но уже под контролем медицинского персонала. В палату в любом случае вы переводите с ребеночком, и вот, то есть он будет в своей кроватке, там будет заходить к вам детская медсестра, акушерка за этим следить, то есть если что, ну не должно ничего произойти, в любом случае, то есть вы под контролем. Так, чтобы отдать ребеночка понаблюдать, детское отделение побыть, это такой вариант возможен, но если, например, осложненные роды произошли, если у вас было там ручное отделение плаценты, или кровотечение какое-то, или приклампсия в родах, тогда да, можно там отсрочить ваше совместное пребывание, но это уже будет прям индивидуально и по показаниям. Есть ощущение, что ты вообще не справишься никак? Ну, потому никак вот не лисишь в руках. Это просто так кажется. А этот золотой час ребенок на тебе как-то находится, а ты просто лежишь, да, отходишь? Ну, смотрите, в последнее даже время как бы у меня не замечала мам, что они как бы отрубаются, или что. То есть для них вот этот, наоборот, первый час, это наоборот для них какой-то восторг, я не знаю. Они лежат, ну, то есть ребеночек лежит вот так на вас, и они их рассматривают, там пеленочки эти поднимают, глазки, ручки, ножки пересчитывают, следят там, дышат он, не дышит. Редкая мама, ну, на моей памяти как бы не было такого, что это в любом случае вот все положили, и все, вот она лежит, смотрит. К тому же у нас партнерские роды, там, папа, мама с вами, там, он еще теребит, можно с папой этот золотой час провести, тогда вы отдохнете. То есть если у вас есть партнер с вами, папа, там, бабушка, то есть уже свершившаяся, тогда можно этот золотой час сделать на партнера. Или, например, принести там рубашку, футболку папы, там, если можно его там как бы запеленать, он побудет отдельно на столике, там, пока вы отдохнете, к себе придете. То есть такой вариант тоже возможен. То есть не на только на вас. Детей сейчас мы не моем. Вот смотрите, малыш родился, и вам его выложили на грудь. И мы ждем, когда отпульсирует пуповинка. Все, пуповинка пересеклась. Если как бы противопоказаний никаких нет, то неанатолог может прям на вас осмотр провести. Ребеночка послушать сердцебиение, что все дышит, он все хорошо. Мы надеваем на него шапочку, носочки, памперс на него тут же на вас, и он такой лежит на вас. Ну, одеялком все это укрывается, чтобы обеспечить температурный режим. Вот. Но единственное, смотрите, есть нюанс, что вы же сразу хотите вес, рост, все ребеночка узнать, как бы правильно. Ну, у некоторых мам прям прям первый вопрос. Сколько вес? Зачем? Вот. Тогда понятно, что малыша тогда заберут и сделают обработку его на детском столике. Но это будет прям рядом. Это займет буквально 10 минуточек, и вам вернут ребеночка. Вот. Группа крови, если по показаниям, то неанатолог сразу в ротблоке определяет. Но она будет в любом случае предварительная пока что, потому что лаборатория должна это будет подтвердить. Ну, то есть на следующий день вы уже узнаете точно группу крови ребеночка. И если у вас отрицательная группа крови, и ребеночка, например, положительная, то вам в послеродном отделении сделают иммуноглобулин антирезусный. То есть с этим проблем не будет. Вот. Так. Кормить можно строго по часам. Это, наверное, даже не можно, а нужно, наверное, было. Вот. Значит, это тоже миф. 2,5 часа. Ну, да, как раньше, как вы говорили, возили, когда еще, помните, фильмы мы смотрим, и такая ведется, такая тележка, и там так-так-так-так-так малыши лежат. Нет, сейчас, учитывая, что у нас совместное пребывание, мама вместе с малышом, если нет каких-то противопоказаний, то пропагандируется у нас грудное вскармливание. И на грудном вскармливании проводится по требованиям. И требования эти можно разделить, например, требования малыша и требования мамы. То есть требования малыша – это то, что малыш хочет покушать, проснуться, уснуть, успокоиться, пописать, покакать. То есть вот эти все его потребности, они где-то в течение первых 5-6 месяцев связаны именно вот с материнской грудью. И другие потребности – это потребности мамы. То есть когда она чувствует, что молоко прибыло, что нужно ей эту грудь опорожнить, тогда она прикладывает малыша, чтобы немного эту грудь расслабить, и чтобы у нее в последующем не возникло нагрубание или не начался лактостаз. Если, конечно, у вас малыш находится на искусственном вскармливании, то есть если какие-то есть противопоказания для грудного вскармливания, или вы сами не хотите кормить грудью, то есть у вас малыш на искусственном вскармливании, тогда, конечно, смесью вы кормите конкретно по часам, согласно инструкции смеси, то есть и согласно возрасту малыша. При грудном вскармливании, если вы будете кормить малыша строго по часам, каждые 3 часа, то, во-первых, это будет… Проблемы могут развиться как у вас, так и у малыша. То есть с вашей стороны это то, что у вас будет нагрубание груди, может наступить лактостаз, или наоборот, учитывая то, что нет частого прикладывания груди, в наш мозг не поступает сигнал, и не вырабатывается гормон, который стимулирует лактацию. То есть у вас не будет молока. И к тому же малыш может тогда… И вот проблема, которая со стороны малыша, это то, что он будет терять весе. Поэтому при грудном вскармливании у нас все производится по требованию. То есть по часам мы не кормим. Единственное, что, например, бывают дети, которые сами себе режим сформировали, то есть они просыпаются конкретно, например, через 2-3 часа, наедаются хорошо, при этом у них нет потери веса, но это малыш сам себе этот режим как бы создал. Он считается для него физиологическим. То есть его не надо дополнительно будить для кормления. То есть этот режим он выбрал для себя сам. Если же малыш такой закономерности нет, то что он просыпается, например, каждые 2-3 часа и кормится, наедается и прибавляет к весе, то есть у него нет никаких нарушений, тогда в дневное время все равно нужно малыша немножечко, как это правильно сказать, подбуживать, то есть теребить его и прикладывать к груди. В ночные часы этот промежуток может увеличиться от 2,5 до 3 часов. То есть строго по часам при грудном вскармливе, к сожалению, у нас не получится. А я пропустила, было бы то, что в родах тоже можно ли пить и есть? Раньше запрещали? Нет, сейчас это не запрещается. Сейчас в родах, если в латентную фазу, мы девочек всех кормим. То есть если вы хотите покушать, то есть у нас есть там завтраки, обеды, например, если вы попали в дневное время, если вы попали в дневное время, то завтрак, обед, ужин вам будет обеспечен. Ну понятно, что если вы будете не в активной фазе, не в потугах, то понятно. После родов в любом случае вас мы покормим. И в родах, если вы не хотите такую пищу, как бы есть суп, ну что мы можем, вы можете с собой перекусы брать. То есть тоже так в виде пюрешек, например. Пюрешки, например, банан можно, ну такое что-то, шоколадку с собой взять. Это перекусы, как бы мы не возбраняем. Наоборот, даже хочется человеку покушать, что же тут теперь. Поэтому нет, мы кормим. А пить? Пить. Вы можете не есть, но пить вы обязаны. То есть пить обязательно. Потому что во время родов происходит перераспределение все равно водно-электролитного баланса, что малыш, чтобы не страдал. Потому что вы пьете, и чисто теоретически пьет как будто бы он. То есть чтобы не было обезвоживания в родах. Потому что роды – это физическая нагрузка в любом случае. Водно-питьевой режим мы соблюдаем. Даже девочек заставляем пить. Некоторые говорят, я не хочу. Мы говорим, надо. Ну действительно надо. То есть каждый час где-то миллилитров 50-70 вы должны выпивать, чтобы восполнить водно-электролит над этот баланс. Поэтому пить обязательно. Такого нет, что нет, все поступило, все не есть, не пить, как в концлагере. Нет, такого нет. Мы теперь бы и кормим, и поим. Но по желанию. Но пить обязательно, кушать по желанию. Если хочется, то можно. Ну понятно, что не гамбургеры, не такую грубую пищу, а именно пюрешки идеальный вариант. И вот то, что в родблоке вам могут предложить, там супчик жиденький, такое что-то, это все можно. А это вот в родах, например, женщина, она должна попросить сказать, что я голодная, покормите меня, пожалуйста. Или как это происходит? Ну, в зависимости от дня суток, то есть мы сами приходим, предлагаем там завтрак, обед, ужин. Если вот в течение вот этого, как бы промежутки, то тогда или с собой можно перекус какой-то брать. Особенно если вы с партнером, то как бы можно отправить его за перекусом. Или доставку никто не отменял. Особенно сейчас она очень хорошо и широко пользуется успехом. То есть как бы это можно. Ребенка нужно туго пеленать, чтобы он хорошо спал. Это тоже, конечно же, именно в нашем современном обществе считается мифом. И действительно это миф. Сейчас используется свободное пеленание. Что ребеночек должен шевелить ножками и ручками даже под пеленкой. Даже сейчас уже проведено много исследований. И специалисты, реабилитологи, врачи. Уже доказано то, что раньше, особенно если пеленание, то это могло приводить к дисплазии тазобедренных суставов. Поэтому теперь используется только свободное пеленание. И даже вот в роддоме у нас мы не настаиваем на пеленании. Можно приносить с собой распашонки, ползунки и просто одевать уже ребеночка в его одежду, чтобы он свободно себя вел. Единственное, что, конечно, когда на кормление, можно там немножко его припеленовать, чтобы он меньше шевелил там ручками, чтобы спокойно лежал при кормлении. Но и то это не обязательно. То есть сейчас свободное пеленание. Если ребенку нужно наблюдение в реанимации, то его переводят в специальную больницу. Это как бы отчасти миф, отчасти правда, можно так сказать. Просто в зависимости от... Ну вот, например, начнем с того, что срока вашей беременности. Если преждевременные роды случились или случаются, то лучше родоразрешаться, ну или в любом случае, если вы вызовете скорую, вас скоро повезет в стационар более высокого уровня, третий, как это сейчас распределено, где есть детская реанимация и где есть второй этап выхаживания. То есть вас не переведут с ребеночком в другой стационар до выписки. Если же вы попали в роддом второго уровня, предположим, вот как наш роддом относится к нему, то если ребеночку реально необходимо наблюдение в реанимации, то он будет в ней наблюдаться в течение определенного времени по показаниям, да, ну вы будете его навещать, приходить к нему, и если требуется перевод ребенка в другой стационар, то да, действительно, его переведут в специальную больницу, но при этом тоже вас тогда выписывают, и вы едете с ребеночком туда, в этот стационар. Вот, ну, есть, как я уже сказала, что это стационар второго уровня, стационар третьего уровня, там уже вы находитесь с ребенком до выписки, ну, в большинстве случаев, если нет необходимости действительно по какой-то соматической патологии малыша его переводить. Вот, если же просто он может находиться в стационаре третьего уровня, то вы уже до выписки с ним находитесь, посещаете его, и потом вас уже вместе переводят, или домой выписывают, или выписывают в другой стационар. То есть сейчас в каждом роддоме есть отделение реанимации? Да, отделение реанимации есть в каждом роддоме. Вот у нас оно есть, да, то есть сейчас как бы формируются роддома, то есть где есть не только детская, но и взрослая реанимация, то есть полноценная, никак, ну, то есть не, да. Это даже не во времена наших родителей. У меня подруги, у нее с 15 лет, и ему тогда рано родился, и нужна была реанимация, они ждали, не было в роддоме реанимации, ждали перевода, разрешение, место в больницу, почему там несколько дней. Вот, да, то есть если вот, да, если нет, но сейчас во всех роддомах, ну, практически, ну, не практически, а во всех роддомах есть отделение реанимации, то есть помощь ребенку в любом случае окажут. Единственное, что по его состоянию и патологии, то есть он может быть нуждаться в переводе, да, но помощь в любом случае реанимации вам окажут. Реанимация в детском, ой, детская реанимация у нас есть. Есть врачи-неанатологи, реаниматологи, то есть которые смогут оказать помощь малышам. Ребенок должен быть отдельно от мамы, чтобы он выспался после родов. Ну, это мы вернемся к вопросу о совместном пребывании, кому еще надо выспаться, ребенку или маме. Поэтому, как бы, ребенчик отсыпается уже совместно с мамой, и вы уже не разлучаетесь, как я уже говорила сначала, то есть родился ребеночек, все, вы уже мама-мама, и уже какие-то отговорки, что нет-нет-нет, не получится, как бы, пусть он поспит, я посплю, такого нет. То есть совместное пребывание практически с самого начала. Единственное, что если нет каких-то противопоказаний, ну, имеется в виду со стороны малыша, если ему нужно побыть под наблюдением, например, ну, как мы уже обсудили в реанимации, или там случилась какая-то острая гипоксия. Грудь нужно натирать мочалкой. Да, это тоже такая наболевшая тема, которую, то есть натирать мочалкой, или, например, где-то написано там прикладывать лед к груди, чтобы подготовиться к кормлению. Кто-то даже там где-то рекомендует натирать мешковиной, подкладывать эту мешковину в бюстгальтер, как бы, чтобы... Нет, сейчас этого ничего не нужно. То есть никакой агрессии к груди мы не применяем. То есть даже это не нужно. Ничего. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, то есть наш организм уже изначально природой заложено кормление. То есть ничего дополнительно как-то стимулировать лактацию не нужно. И к тому же, для, как это правильно сказать, что для подготовки груди к кормлению у нас есть такие специальные железы манговори, которые выбираются, специальный секрет, который обеспечивает подготовку груди, как так сказать, к кормлению. Единственное, что если хочется или есть какая-то потребность в обработке груди, то это можно использовать крема на основе лонолина. Но больше ничего другого, каких-то агрессивных методов груди применять не нужно. Передачи можно передавать раз в день и строго по часам. Это тоже миф. То есть сейчас у нас есть, в любом роддоме есть часы передачи и в течение всего дня, примерно где-то с 10 до 19 часов, как вот у нас производится, то можно приносить передачки специальную и передавать. То есть подписываете пакетик и вашей мамочке все это передается. Если какая-то экстренная ситуация возникла, что прям нужно срочно что-то переждать, то тоже это все решается индивидуально. Можно в любое время дня и ночи, если какая-то прям необходимость в чем-то возникла, можно это все передать. Папа увидит ребенка только при выписке. Это тоже миф. То есть как раньше, помните, в окно показывали детей, или сейчас век технологии. Ну как можно сказать, что в телефоне всегда можно увидеть, скайп по видеосвязи. И папа может увидеть ребенка не только при выписке, но он может присутствовать на родах, на партнерских. То есть быть с мамой сначала родов и увидеть ребеночка при его рождении, еще потом два часа с ним понянчиться. Вот. Если у вас роды, к примеру, по контракту, то у нас есть семейные палаты. Вы можете находиться, то есть папа может с вами жить уже сначала по присутствию на родах, потом уже переехать с вами в палату и быть уже все 3-4 дня, которые вы будете в роддоме вместе с вами и с ребенком. Ну и тогда, конечно, уже при выписке. То есть в любом случае есть у нас посещение по контракту, то есть папа может увидеть малыша пораньше. Ну и партнерские роды. Чему ли разрешают проходить старшим детям в палату к маме? Ну, в чем обоснование? Почему, например, там папе можно, а старшим ребенком нельзя? Папа же анализы. Папа анализы. Вы имеете в виду посещать? Да. Ну, в послеродовой. Ну, я же не знаю, как поправильно ответить. Я вас этот вопрос интересовал, но все-таки, там, допустим, есть старший ребенок, и мама достаточно надолго уходит в роды. И, ну, ребенок остается один без мамы. Такой достаточно травмирующий опыт. И еще и не разрешает туда приходить. Так, ну, пришел, да, там, посмотрел, мама с ребенком. Ну, видите, как бы, это еще, как бы, относится больше к санэпидемиологическому режиму, потому что все равно дети между собой, детьми общаются, у них там есть детские, например, какие-то, даже тоже УРВИ, какие-то детские инфекции. то есть он может это принести, даже не болея, или быть просто, ну, как, пообщался с теми детьми. Как бы взрослым, мы сейчас не так уже часто друг с другом, мы уже всеми этими болезнями как бы переболели. К тому же, при посещении сейчас у нас берется анализа, то есть у взрослых людей, то есть если папа приходит, то есть он уже приходит, нас обследованы, с детьми мы, к сожалению, такого провести не можем, к тому же у них все равно контакты с другими детьми, то есть он может что-то принести, ну, ладно, домой, например, это одно, то есть у вас как бы там все равно не столько много народу, то есть и не такая, как это сказать, что количество, в общем, людей не такое большое. Здесь же, когда приходя в роддом, мало ли что, как бы, то есть там уже есть другие мамочки, другие детки, то есть это может, это больше как бы по санопедрежиму, то есть только для взрослых, к сожалению, посещения, потому что даже на неоткрытых делениях, то есть у нас не рекомендовано приходить тоже с детьми, потому что, ну, с той же позиции, потому что как-то так, поэтому 2-3 денечка, и сейчас, видите, век технологий, можно как бы посмотреть друг на друга по телефону, вживую, к сожалению, не получится. Я надеюсь, что эта практика все-таки будет потом. Ну да. Да, когда у нас все перестроится, мы будем большими центрами, где может быть там система там обработки, вентиляции, тому подобное, потому что как за границей, как бы там же все это приходит. У нас пока, Российская Федерация, у нас пока все осталось так, как осталось. Мы разобрали с вами большинство мифов, вот, поговорили. Если еще будут какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите в наши каналы, телеграм-каналы, ВК, вот, обращайтесь на все вопросики, ответим. Легких вам родов всем, девочки. Вот, приходите к нам. Спасибо. Главное, ничего не бойтесь. Вы в родах одна не останетесь, мы всегда с вами. Берите с собой партнеров, чтобы вам было не скучно рожать. А у вас есть денежные купили? Да. Каждый месяц у нас расписание на сайте высвечивается. Сейчас мы возобновили там такие небольшие, вернее, у нас есть демонстрационные залы, в которых мы можем водить девочек, чтобы посмотреть, какие у нас родовые боксы, там, послеродовые палаты. Если есть возможность, то все это мы показываем. И расписание все на сайте размещено, там, в неделю по несколько раз. Ну, мы встречаемся. Все. Да, я начала спрашивать, вы сказали, приводите к партнеру, а и не бывает такое, что приводят не только папу, но и там бабушек, дедушек, да, у нас... Ну, прям тети, дяди нет, прям вся семья к нам не приходит, но бывает, что, например, у нас можно там двух партнеров привести, когда кто-то нас рожает, ну, папа, например, и свекровь, ну, то есть были у нас такие семейные, кто-то с мамой рожает, кто-то с сестрой рожает, то есть все это допустимо. Кто-то с подругой один раз приходила, рожала, потому что подруга уже рожала, как бы она могла подсказать, как там себя вести в родах, то есть для моральной поддержки приходила, да. Ну, и мы еще, доулы к нам приходят, то есть вы можете, как партнера, доулу с собой еще взять, чтобы она вам помогала в родах. Ну, это вот зависит еще, наверное, от присутствия акушера, если с тобой всегда кто-то... Нет, ну, смотрите, в любом случае вы приводите с собой партнера не для того, чтобы за вами как-то кто-то присматривал, персонал в любом случае за вами будет смотреть, то есть вы одна не останьтесь. Вы партнера с собой приводите именно для моральной поддержки, чтобы вам было как бы спокойно, на душе, да, кто будет именно вот прям, ну, душевно, где, с кем вы будете на одной волне. Не то, что вот мы персонал пришли, там, мы вас, конечно, поддержали, но именно вот внутренне вас поддерживает только тот человек, которого вы знаете, муж там, сестра, да, доулу тоже хорошо, потому что они тоже эмоционально вас поддерживают, то есть они вас, ну, вообще ни на минуту не оставляют, и поговорить как бы за жизнь с ними можно, то есть они любой ваш каприз как бы исполнят. Мы исполним ваши капризы с целью, ну, со стороны медицины, а ваши партнеры со стороны вашей душевной тонкой организации, то есть чтобы вам помочь именно больше морально-духовно, а не чисто вот физически, то есть для этой цели. Папочки у нас, кстати, сейчас хорошо тоже приходят, они помогают мамочкам, причем их еще стимулируют, и при виде папочки некоторые мамочки, наоборот, такие в тонусе, я не должна быть слабой, там, а то сейчас покажу ему, там, и будет он. Ну, некоторые, конечно, слабину дают, такое, не без такого, но в принципе партнеры не возбраняются, даже наоборот поощряются. Спасибо. Еще партнеры у нас могут, если что сильно хотеть, пересечь паповину. Мы им даем такую возможность, да. Ну, понятно, он обработается, там все помоется, там все как положено, и загадает желание, пересечет паповину. Это тоже, да, как ленточку. Марафон. Да, марафон. Еще объекты как-то открывают. Да, или вы можете сама душ попросить, как бы пересечь тоже паповину, как бы не возбраняется. Можно так и сделать. Так вот. Папе нужно какую-то одежду брать с собой, или все выдавить? У нас есть медицинские костюмы, можем как бы выдать, но папочки тоже разные бывают, у нас не все размеры есть, поэтому идеально, если он принесет с собой свое, там, хлопчатобумажное трико, там, что-то, футболку свою, ну, я думаю, что даже ему самому будет комфортнее в своей одежде. Естественно, что он не с улицы в ней придет, а именно принесет в пакетике. У нас есть специальная комната для переодевания, он там переоденется, сменная обувь. Что можно взять? Футболку, штаны, носки, тапки. Моющиеся. Ну, там любые, как бы, в принципе, он не это, и все. То есть, в одежде, пожалуйста. Мы можем дать костюм, но не всем папочкам комфортно в них, и размеров у нас не всегда, просто папочки иногда приходят такие большие. На маленьких мы подберем, если прям совсем. Ну, и естественно, чтобы он был обследован. То есть, флюорография, корь, и тест на ковид, грипп, экспресс. Раньше еще надо было подписывать заявление у главврача на партнерские роды. Сейчас это осталось? Сейчас оно более упростилось. То есть, не нужно заранее нас предупреждать об этом, что у вас будут партнерские роды, и там с разрешения главного врача. Нет, просто дома, на нашем сайте есть, ну, лан заявления, его можно распечатать, дома заполнить, и уже с ним приехать. То есть, вас никто не выгонит, просто, что это будет документально подтверждено, и со всеми росписями. То есть, заранее не нужно. Да, и со всеми анализами. Тоже, как и анализы, все есть на сайте. Да, все есть на сайте. Ну, у нас более так, мы облегчили жизнь партнерам, то есть, у нас только флюорография, 6 месяцев годности у нее, анализы на иммунитет кори, и экспресс-тест на ковид и грипп, которые делают вам уже, ну, по приезду. То есть, ВИЧ, гепатиты, сифилис, к нам не нужно, то есть, эти анализы сдавать. Достаточно трех флюор, кокорь и ковид. Все. 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 Всем спасибо за внимание. Все. Ждем на новых встречах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова